Несмотря на все это, ваш бизнес сложился в Германии. У вас есть статус там, у вас свое личное дело. Вы чувствуете себя комфортно? Или все равно не совсем комфортно, и вы там не чувствуете себя дома? Конечно, нет. И не буду вставать говорить. Дома я сейчас. И дом у человека один. И все молдаване, которые работают за рубежом, они все хотят домой. И когда меня сегодня пытаются подать как некий феномен, я не могу с этим смириться. Не являюсь я феноменом. Потому что все хотят домой. Другой вопрос. Не все могут себе это позволить. Кто может позволить, тот возвращается, создает какой-то бизнес. Насколько мне известно, есть очень интересные стартапы. Я искренне рад, что Евросоюз, хоть Молдова и не является членом Евросоюза, поддерживает эти начинания. Начинания в части финансирования. То есть деньги, привезенные в страну, есть как вклад, как 50% в будущий бизнес. 50% финансирует Евросоюз. Это здорово. Это очень здорово. И таких людей масса. И я считаю, что нужно их тоже показывать. Почему не показывают, не знаю. Мы видим склоки, оскорбления политиков. И вот как-то народ молдавский живет сам с собой. Вот делает и делает. Потому что трудолюбивый. За это нас ценят не только на Западе, но и на Востоке. Очень сильная градация при всем при этом. На Западе кто ты. И вот когда говорят про Молдову, говорят вкусное вино и трудолюбивый народ. Про красивых женщин уже не говорят? Про красивых женщин говорят в Кишиневе, когда попадают в Кишинев. Извините. Поэтому все хотят домой. Продолжение следует...